Ну, что, друзья, добро пожаловать в набор гавайских авиалиний. Aloha! Оказывается, надо чек-ин делать на вот таком вот автомате самостоятельно. Чувствую себя каким-то шпионом. Думаю, не заберут у меня какие-нибудь батареи, камеры. И весь полет у нас должен составлять всего лишь 22 минуты. Кто-то покупает еще здесь бизнес-класс. Все, друзья, только взлетели. Пошло буквально 20, и мы сели. Все. Это самый лучший и комфортный полет в моей жизни. Aloha! Mahalo! Для 3,5-часового перелета как-то скудненько. Aloha, друзья. С вами бывалый путешественник Андрей. Мы находимся еще на острове Кауай, на Гавайских островах. Но прямо сейчас вот за мной стоят мои чемоданчики. Мы собираемся в аэропорт и полетим на остров Оаху. А знаете, с кем полетим? С гавайскими авиалиниями на Boeing 717. Всего сделали всего лишь 156 штук в мире. И 20 из них находятся в гавайских авиалиниях. Короче говоря, друзья, это видео инспекция гавайских авиалиний. Мы сначала с вами долетим до острова Оаху. Потом я там 8 дней поотдыхаю, а потом с острова мы полетим в Лос-Анджелес. Поэтому у нас будет 2 инспекции в одном видео. Кто не подписан, нажимайте прямо сейчас кнопку подписаться. И что, друзья, погнали инспектировать авиакомпанию Гавайские авиалинии. Друзья, мы с вами приехали из отеля за 35 долларов в аэропорт Лихуэ. Значит, сам весь аэропорт находится практически под открытым небом. И чек-ин у нас тоже будет под открытым небом. Пойдем проверим, как это устроено у авиакомпании Гавайские авиалинии. А, кстати, через этот аэропорт в год летает 3 миллиона пассажиров. Для сравнения, через Морисполь, который в Киеве летает где-то 10-11 миллионов пассажиров в год, а через аэропорт Киев-Жулиано летает около 2 миллионов пассажиров в год. Это статистика за 2017 год. Пойдем на чек-ин. Точнее, не так. Мы же за чек-ин есть онлайн. Открылась регистрация за 2-4 часа, но нам надо сдать багаж. А, друзья, здесь такая вот история. Это для тех, кто везет какие-то сельскохозяйственные штуки. Вообще, на самом деле, на острове нельзя ничего везти сельскохозяйственные без разрешения и декларации. Мы с вами идем на чек-ин. Посмотрите, стоимость билета в багаж не входит. Мы купили каждый чемодан по 25 долларов с юлей. Прямо на сайте. Заходите, просто покупаете. Кстати, вы помните, что дешевые авиабилеты нужно всегда искать и находить где? На сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Еще раз, сервис выгодных путешествий TripMyDream. Я основатель этого сервиса. Могу вам гарантировать, что мы всегда находим самые дешевые и выгодные авиабилеты на лоупостере, на регулярной авиакомпании. Вы очень просто можете зайти, сравнить цены всех авиакомпаний, выбрать, у какого продавца будет самая лучшая цена, и, соответственно, купить, не переплачивая. А также у нас есть раздел авиаскидки, где собраны все скидки и акции на авиабилеты по всему миру. 180 тысяч предложений мне вот сегодня писали, друзья, у нас ежедневно есть в наличии. Заходите, пользуйтесь, не переплачивайте. Значит, оказывается, надо чек-ин делать на вот таком вот автомате самостоятельно. Короче, друзья, история такая. Подходите к машине, сканируете баркод, либо вводите номер рейса, либо карточку свою, либо номер электронного берета, потом вам вылазят 2 посадочных калона. Если вы купили багаж, вам надо его сдать. Вам вылазят такие теги, которые нужно наклеить на свой багаж. Потом надо самостоятельно весь этот багаж отвезти и сдать. Лоу-хост. Сейчас проверим вес нашего багажа. Все ли окей? Боже, а здесь не в килограммах. Я не знаю, сколько это. Ёпси, ну ладно. Поедем сдавать багаж. Интересный, первый раз опыт такой. Видите, я это сделал реально за 5 минут максимум. То есть я думаю, что вы тоже, если здесь будете, самостоятельно сможете разобраться. Если нет, есть всегда ассистенты, которые помогают это сделать. Теперь идем сдавать багаж. А вот сюда. Багаж это вообще просто, оказывается, пойти и поставить. Смотрите, ты приходишь и просто здесь устанавливаешь свой багаж. А дальше он уже едет. Вау, интересно. Друзья, мы летим из аэропорта Лихуя в аэропорт Гонолулу. Здесь всего 6 островов и 8 аэропортов между направлением Лихуя и Гонолулу. В будние дни совершается аж 23 рейса, а в воскресные дни, выходные, точнее дни, совершается 20 рейсов. Все рейсы выполняются на Боинге 717. Этот Боинг, который начал производиться в 1999 году, и в 2006 году его уже сняли с производства. Их всего было сделано 156 штук. Минут 15 мы прошли контроль безопасности. Каждый раз, когда я его прохожу, особенно где-то за границей, чувствую себя каким-то шпионом. Думаю, не заберут у меня какие-нибудь батареи, камеры, телефоны, не будут ли на допрос, экстра-чек. У меня очень часто делают экстра-чеки, когда лечу прямо в Штаты. Заходишь, и реально аэропорт, весь терминал под открытым небом, свежий воздух. Много кафешек. Внутри там темно. Я пришел в какую-то кафешку, где можно просто сесть в окошко, взять себе кофе и посмотреть на взлетно-посадочную полосу и увидеть, возможно, твой самолетик. Вообще самолет улететь всего лишь где-то 150-160 километров. И весь полет у нас должен составлять всего лишь 22 минуты. Никогда в жизни не было у меня таких верлетов. Не, посадка не началась. Все сидят, еще ждут. И мы тоже, наверное, здесь будем ждать. Пока мы ждем нашей посадки, я предлагаю пойти присесть у окошка, где виден наш борт, и я вам расскажу, что это за Boeing 717. Итак, гавайские авиалинии являются вторым самым крупным эксплуатантом Boeing 717. Если вы помните, у Delta X91, у гавайских авиалинии 20 всего было сделано 156. Несмотря на экзотический номер модели, это не какая-то довоенная развалюха, а модификация Макдоналд Дуглас DC-9. Разработка модели велась с начала 90-х годов. И после слияния Макдоналд Дуглас с Boeing в 97-м она полностью перешла под крыло Boeing и получила свободный номер 717 Boeing 717. Кстати, также Airbus поступил после покупки программы Bombardier в C-Series с 1 июля 2018 года. Новые самолеты переименованы в Airbus A220. Из 156 произведенных бортов 155, представляете, 155 продолжают еще летать. И только прототип был частично разобран в 2005 году в Лонг-Бич, в Калифорнии. Охуй-хоу! Охуй-хоу! Сиденье! 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 Ну что, друзья, добро пожаловать в набор гавайских авиалиний. Алоха! Алоха! Здесь алоха! Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Hello? Hello! Алоха! Ну что, посмотри, у даже бизнес-класс есть. Три-хе-хе-хе-хе! Три-хе-хе-хе-хе-хе! Сиденье! и на самом деле выбирает советовая компания бесплатно. Мы за них специально не платили. Ширина кресла здесь где-то 46 сантиметров. Расстояние между сиденьями 79-80 сантиметров. Борт нормальный на самом деле, я не сказал бы, что он старый. Мне кажется, ему лет 16 вроде я смотрел по статистике этих самолетов. Вообще, средний возраст флота у гавайских авиалиний 10 лет, и у них 64 самолета. Очень много 20 таких вот самолетов Boeing 717. Еще Airbus A321 много. И еще разные Boeing и другие комплектации. И другие самолеты тоже присутствуют. Есть какой-то журнальчик даже. Я думаю, что за 22 минуты полета кормить никто не будет, предлагать ничего не будут. Но если будут, друзья, я обязательно вам это покажу. Да, кстати, интересно, когда заходишь, там такие есть бизнес-класс. Здесь большие стоят кресла. Вот. Кто-то покупает еще здесь бизнес-класс. Что, друзья, только взлетели, причем взлетали реально. Такое ощущение, что на каком-то сверхреактивном военном самолете уху, уху, улетели. Посмотрели немножко на остров Кауай, был красивый, как всегда, океан раскатывался. Потом летели над океаном, прошло буквально минут 20, и мы сели. Все. Это самый лучший и комфортный полет в моей жизни, признаюсь. Мы с вами увидимся уже на инспекции полета гавайских авиалиний из Гоналуру в Массажевск. Прилетели, кстати, вовремя, не вовремя, раньше прилетели, гораздо раньше, в заявленном времени. Вот мы только прилетели, а здесь уже стоит очередь дальше на посадку. А борт уже быстро убирает, и через 20-30 минут он дальше полетит, друзья. Вот так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На часах 5 утра отдохнули мы на острове Оаху. И мчимся с вами, друзья, в аэропорт Гоналулу, чтобы проинспектировать гавайские авиалинии на рейсе из Гоналулу в Лос-Анджелес на Аэрбасе А330-200. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй раз самостоятельно зачкиниться в аэропорту у нас получилось уже с опытом гораздо проще. Значит, смотрите, что важно сделать. Здесь есть свой багаж. Единственное, что здесь в американских аэропортах почему-то не показывает вес в килограммах. Поэтому я загуглил. 23 килограмма вот этого зарегистрированного багажа это 50.7 фунтов. Короче, почти 51 фунт. У нас оба багажа до 23 килограмм. Кстати, багаж в наш тариф не входил. Я вчера докупил снова багаж, заплатил за каждый регистрируемый багаж 25 долларов. Все, мы с вами даем сдавать багаж в аэропорту. Проснуться бы и кофе выпить. Ух. Значит, смотрите, обычно вам дают такую багажную бирку, на которой написано, где, куда ваш багаж полетел. Но в данном случае дается только одна бирка, которая клеится на ваш багаж. А у вас в самом посадочном будет вся информация о вашем багаже. Поэтому бирку не ищите. Я в прошлый раз искал эту бирку, она оказалась в самом посадочном талоне. И после чекина просто отвозите в соседнюю такую стоечку, отдаете свой багаж на стойку Backdrop. Мы летим в LA, на Mainland. Поэтому выбираете стойку US Mainland Flights и просто отдаете там свой багаж. Все, все. Безумно просто. Вообще аэропорт такой спокойный, практически никого нет. Да, Юль? Да, Юль. Немножко я ошибся, когда сказал, что, друзья, никого нет в аэропорту. Они есть. Просто стоят на улице в очереди на security check. Если у тебя нет pre-TSA, то ты идешь со всеми в обычную regular line, где ты стоишь еще с улицы. Причем на улице стоит человек 200 стоит на улице, еще потом человек 200 стоит внутри на эту линию. В общей сложности всех 400-100%. Я не знаю, успеем ли мы на самолет, и у нас ровно через 1.25 уже вылет. А в очереди стоят. Да дай бог, сколько стоят. Наверное, час стоят точно. Я надеюсь, что успеем. Поднялись на второй этаж. Здесь контроль на agriculture. Короче, на разные продукты сельского хозяйства. И вот уже ждет наш Вики Шаттл, который нас отвезет в терминал 2, оказывается. Вот так вот все должно быть. Aloha. Aloha. Сейчас поедем в терминал 2. Короче, пока мы пили кофе, все уже сели в самолет. И мы уже бежим с Вилли. Аааааааа. Побежали. Видите, никого нет. Очень финал. Привет. Можно я с тобой купить кофе? Да, я поедем. Спасибо. Спасибо. Махало. Все, мы последние друзья. Друзья. Аллоха. Аллоха. Ну что, друзья, мы на борту кавайских авиалиний на Airbus A330-200. Аллоха. Аллоха, everyone. Аллоха, everyone, говорят. Ну что, погнали садиться на место. Ну что, друзья, теперь точно добро пожаловать на борту Airbus A330-200. Значит, он вмещает где-то 187-176 пассажиров, не помню. Точное количество. Все зависит от конфигураций. У авиакомпании гавайские авиалинии, по-моему, 20 либо 24 штуки в эксплуатации на данный момент. Средний возраст этих самолетов у авиакомпании 5 лет. Наш самолет 5-летний. Самый взрослый 8-летний. Мы с Юлей себе специально купили места с Extra Leg Space для того, чтобы было комфортнее лететь, потому что лететь реально так рано утром и лететь 5-5,5 часов. Поэтому если в стандартном кресле расстояние между сиденьями 79 см, ширина кресла 43 см, то у нас тоже ширина кресла будет 43 см. Но расстояние между сиденьями... Сейчас вам скажу. Полные, полные 2 мои ладошки. От колена до следующего кресла. Короче, сеть будет комфортно. Немножко меньше, чем в аварийном ряду, но очень комфортно. Вот. Это стоило с одного человека 80 долларов. Вот. Вот так. Сейчас будем лететь, покажу вам. Есть какая-то мультимедийная система типа. Вот, смотрите. Вот. Не знаю, будут ли кормить, скорее всего? Скорее всего, нет. Сейчас все узнаем. В общем, завтрак не особо богатый. Принесли йогурт. Дали пакетик перенолы. Немножко винограда. Какой-то пирожок. Можно взять себе еще водички, чай, кофе, сок. Алкогольные напитки за деньги. Вот вся еда. Честно говоря, для 5,5-часового перелета как-то скудненько. Честно скажу, скудненько. Но это же, мне кажется, лоу-пост. Да. Развлечения, друзья. Такие, как фильмы за деньги. Единственное, что бесплатно, это игры типа 2048 и еще какие-то. При этом наушники тебе никто не дает вообще. Делет наушников. Твои проблемы. Друзья, полет проходит хорошо. Буквально через 40 минут мы уже приземлимся в Лос-Анджелесе. Мы с вами сейчас находимся в том месте, которое разделяет экономную зону. Там-то совсем эконом-экономные. И премиум-эконом, там-то комплектация одно кресло, 4 кресла и одно кресло. Потому что в обычном экономе 2, 4, 2. То есть 8 кресел в одном ряду, здесь 6 кресел в одном ряду. Дальше за премиум-комфортом уже идет бизнес-класс, в котором побольше-таки посерьезнее места, но они не лежачие. Зашел, проверил, лежать там, поспать вам не удастся. Так вот, что мне нравится. В этом месте, где я сейчас нахожусь, постоянно можно прийти и взять себе какой-нибудь сок, взять себе водичку, взять себе чай и взять себе кофе, и спокойно постоять и его попить. При этом никто из портпроводников тебе не скажет, что Андрей, перестаньте снимать, вы и включите камеру. Сервис, мне все нравится. Я бы не сказал, что что-то очень супер, но никаких претензий вообще нет. Улыбаются, улыбаются по-настоящему и не имеют претензии. Да, это правда? Да, это правда. Я понимаю, что служба не здесь. Это правильно? Да. Ну что, друзья, мы с вами вовремя прилетели в аэропорт Лос-Анджелес. Никаких нареканий к этой авиакомпании у меня по ходу инспекции вообще не было. Все делалось нормально. Единственное, что часа через 4 сиденья начинает у тебя все-таки пятая точка немного болеть, поэтому нужно вставать и ходить по самолету. Вот. Значит, смотрите. Нам билет из аэропорта Кауай, острова Кауай до Гонолула, а потом из Гонолула до Лос-Анджелеса стоил на человека 416 долларов. Мы также 2 раза на одного человека покупали багаж по 25 долларов. В каждую сторону плюс 50 долларов. И еще когда летели только что сейчас, мы заплатили 80 долларов за выбор вот этого а-ля крутого места. Скажу вам честно, оно того стоит, потому что у тебя гораздо больше места для ног, как минимум сантиметров, наверное, на 5, а то и на 7. Еще такое ощущение, что спинки сиденья больше откидываются назад. Я напоминаю вам, что дешевый и выгодный авиабилет нужно всегда искать и находить на сервисе выгодных путешествий TripMyDream. Мы с Юлей отправляемся дальше из Лос-Анджелеса в Варшаву, потом обратно в Киев. Нам еще часов так уверенно 25 нужных путей провести. С вами был Дувал и путешественник Андрей. Я жду ваши комментарии. Пожалуйста, не пишите только комментарии, когда я провожу конкурсы. Пишите комментарии, как вам выпуск, как вам авиакомпания, летали ли вы, какой у вас есть опыт. Это тоже для меня не то, что важно, а полезно. Я за это вам говорю, благодарю, друзья. Хочу вам сказать махала. Это по-гавайски спасибо. И ахуй хоу. Это по-гавайски. До новых встреч. С вами был бывалый путешественник Андрей. Не забываем подписываться, ставить лайкосик. И до новых встреч. Инвестируйте свое время и деньги в эмоции в путешествия. Обнимаю. Пока. А еще на Instagram подпишитесь на мой. Обязательно. Ссылочка есть в описании. Пока.